Я пробовал разные способы ведения личного бюджета, экономии и накоплений. Но самый лучший и простой – тратить меньше, чем зарабатываешь. Все, на этом конец ролика. Шучу. Начинал я с таблицы на десктопе, где планировал бюджет. Удобный способ для собранных людей. Шаблоны можно найти в интернете. Хороший способ учесть расходы – собирать чеки и сводить в таблицу в конце месяца. Далее были мобильные приложения. Из всех опробованных удобнее всего оказался CoinKeeper. Ссылка в описании. Но приложение быстро отслужило. Все-таки это утомляет записывать каждую копейку и помогает лишь для глобального мониторинга неожиданных источников расходов. Сегодня я пользуюсь старой доброй бумагой и ручкой. Зная основные статьи расходов, это помогает разгрузить голову и запланировать большие траты. Я записываю два столбика – все расходы и доходы. Иногда разбиваю таблицу на временные отрезки по поступлению доходов. Получая основную зарплату двумя траншами, я разделяю самые большие расходы на две части месяца. В целом эти инструменты не решают основной проблемой, и я по-прежнему больше трачу, чем зарабатываю. И причина одна – это импульсивные покупки. Сколько бы ни было денег, для них найдется своя импульсивная покупка, будь то новые кроссовки, телефон или автомобиль. Однажды у меня была небольшая сумма денег, которую я хотел потратить, чтобы обновить автомобиль. Бродя по автосалону, я наткнулся на Мерседес в свежем кузове. Предложение было выгодное, но значительно выше моего бюджета. Я уже пошел за кредитом в банк, но в последний момент решил взять паузу. Это было как раз накануне выходных, и я начал читать новую книгу. И по сути эта книга остановила меня от такой импульсивной покупки. Самый богатый человек в Вавилоне. Классический труд по экономике личных финансов, который в разных новеллах рассказывает, как грамотно вести личный бюджет. Ссылка в описании. Здесь приводится формула, в которой ты разделяешь доход до расходов на 10% личного капитала, 10% раздачу долгов, ну и для себя я добавил еще 10% на добрые дела. Итого 30% от дохода. Чтобы избежать импульсивных покупок, лучше всего ставить цели. Например, я хочу купить новую камеру стоимостью 50 тысяч рублей. Комфортно я бы мог откладывать на нее 7 тысяч рублей в месяц. Итого за 7 месяцев я получу искомую сумму. Также стоит ограничить ежедневные расходы на продукты и перекусы. Ланч можно приносить из дома, закупки продуктов ограничить 1 в неделю и воздержаться от кофе в течение дня. Это поможет высвободить от 10 до 60 тысяч в месяц. Накопления. Эту статью лучше всего спланировать отдельно. Для себя я выделяю здесь 4 направления. Стабилизационный фонд, 3 оклада. Краткосрочные проекты, например, покупка техники или машины. Долгосрочные проекты, например, образование или квартира. Также неплохо сделать отдельную категорию пенсионных накоплений. Все 4 категории лучше всего держать в надежных банках на отдельных счетах разной срочности. Важно также учесть, чтобы счета были накопительными. Сейчас в России можно открыть счета под 7-9%. Например, открыв вклад под 8% на 10 лет, пополняя его ежемесячно на 10 тысяч рублей, к концу года можно получить 1 миллион 700 тысяч рублей. Если рассмотреть консервативное инвестирование под 8% как источник пассивного дохода и начать со вклада в 500 тысяч рублей, пополняя его ежемесячно на 25 тысяч в течение 20 лет, тогда к концу срока ежемесячный пассивный доход составит 44 тысячи, а накопление 5 миллионов 600 тысяч рублей. Важный момент, даже при скромном доходе можно добиться отличного финансового результата, просто накапливая небольшие суммы на протяжении долгого срока. И еще раз, самый важный принцип бюджета минималиста – трать меньше, чем зарабатываешь. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк, нажимайте колокольчик, пишите комментарии, как вы ведете личный бюджет. Будем на связи и увидимся в следующих выпусках. Поехали!